Меня, конечно, будоражит и волнует последние события. Как гражданку России все возмущают последние события, как говорится, с нашими самолетами. Туретический самолет с Турции, потом военный самолет наш не заходил на территорию Турции, тоже сбили турчане. Вообще все эти, конечно, события развиты не просто так. Наши люди пострадали, человеческие жизни, как говорится, погублены. Наш президент Путин старается сделать все возможное. Он до последнего ждал звонка с последним самолетом военным, что какие-то будут извинения по поводу этого гибели самолета. Но турецкий президент не шевелился. Сейчас он, значит, старается как бы оправдаться, но время прошло. Путину поступают бесконечные звонки оттуда, но Путин на них не реагирует. Это уже чисто, говорю, затронуто как бы самолюбие и нашего президента, и нас, и нас граждан. Россия это все затрагивает. Он правильно не отвечает на эти звонки. Они пытаются сейчас оправдаться, потому что они не знают, как уже выкарабкаться с этого положения. Они попробовали поддержку у НАТО. НАТО тоже поддержку не дают им такую особенную. Что-то, что-то. Они просто знают, что они очень завязались и глубоко, неправильно завязались. Сейчас, значит, они лишаются поставки продуктов своих, турецких фруктов, овощей со стороны Турции. Мы в этом особо не нуждаемся. У нас есть и Гипет, Алджир. Поставки мы можем оттуда эти все получить. Тех же фруктов, тех же овощей. Потом они, во-первых, и газ, то же самое, трубопровод идет и по Черному морю в Турцию. Все это они лишаются, как говорится. Турецкий президент, его сын занимается нефтяной магнат, он получается. Получали нефть дешевую, они гнали оттуда, с Сирии, со стороны. Теперь они, значит, все это лишились всего. В общем, они зря, конечно, вступили и с нашим президентом в войну, и с нашими россиянами зря не вступили в этот конфликт. Развязали все это дело. Потому что они больше потеряют, чем нужно им, чем бы хотелось бы им. Они думали выкроют, но получается все наоборот. Я считаю, что наш президент прав во всем этом отношении. Мы, простые граждане России, поддерживаем всю эту политику его. И мы, как говорится, не будем, наверное, жалеть об этом. Мы всем помогаем, и нам, может быть, когда кто-то чем-то поможет.